Я Михаил Гирич Митрофанов, член Центрального Совета Профсоюза Работников РАН, член Московского Совета Профсоюза Работников РАН. По роду профессиональной деятельности я научный сотрудник Института синтетических полимерных материалов Российской Академии Наук. От лица Центрального Совета, от лица Профсоюза Работников РАН я приветствую участников 4-го съезда движения «За возрождение отечественной науки». Я передаю наши горячие, самые дружеские чувства вашему движению. Действительно, есть разные взгляды, разные подходы, но Профсоюз Работников РАН всегда чувствовал поддержку вашего движения и всегда опирался на него в важнейших своих действиях, направленных на защиту интересов работников, прежде всего, РАН. Ну и, конечно, защиту интересов всей российской науки. Мы прекрасно понимаем, что от благополучия российской науки, от благополучия российского государства зависит и благополучие тех, кто занят в нашей научной отрасли, кто в ней работает, кто пытается самореализовываться в этой сфере, несмотря на все препоны, которые ставит наше непростое, мягко говоря, время. К сожалению, успокаиваться, мягко говоря, рано. Впереди у нас большие проблемы. Я не буду уж останавливаться на анализе ситуации. Он давался неоднократно и представителям профсоюза, и вот здесь прозвучал уже ряд выступлений. Да, время непростое, оно для профсоюза РАН, оно тем более тревожное в связи с тем, что вот этот вот этап так называемой реформы, на самом деле, конечно, это никакая не реформа, это погром, это создание непонятно чего, непонятно в какой области. Мы сейчас находимся в состоянии фактически абсолютной правовой анархии, мы не понимаем, ничем мы руководствуемся, никакой у нас гарантии на самое ближайшее будущее, ничего там будет. И это одна из важнейших проблем. Задачи все те же самые, обеспечить достойный уровень жизни, который ученые могут себе позволить, занимаясь своей профессиональной деятельностью непосредственной, обеспечить достойные условия труда, которые смогут помочь им реализовываться в своей профессиональной деятельности. Ну и, естественно, еще одна из наиболее актуальных задач, это просто сохранение рабочих мест в науке, сохранение науки как сферы деятельности в нашей стране. Приходится говорить о том, что даже это находится под угрозой, именно сфера деятельности людей в нашей стране, научная деятельность находится под угрозой в результате планируемых и разворачиваемых реформ. За это мы будем бороться, я надеюсь, что вместе с движением, там уж кто кого за собой поведет, это разберемся в ходе борьбы. Но я желаю, соответственно, успешного функционирования. Давайте продолжать нашу нелегкую работу. Спасибо.